Продолжение следует... Кому нужны спейсеры, нужны все металлические камушки, которые у вас есть в доме, замок и совершенно немного времени, леска и все, и будет такой рассвет. Так что, кому интересно, смотрите видео дальше. Для сегодняшнего проекта я буду использовать жемчуг двух цветов, голубоватый, зеленый и серебристый, и двух размеров. Второй размер, первый идет 12 мм, а этот идет 6 мм. Дальше, спейсеры с 3-мя обходами. И сантиметра, ну где-то сантиметра 2-мя, 2-2 очки. Дальше, ну, в принципе, все, что у меня было в доме из металлических камней. Буду использовать вот такие вот наконечники. Дальше вот шапки для бусин. Потом вот такие бочонки. Только они немножко разные. Они похожи друг на друга, но они немножко разные. Этот бочонок немножко, на пару миллиметров глинули. Дальше можно здесь, в проекте можно использовать вот такой маленький замок, большой замок. Это в зависимости от того, какой получается рисунок, а какой длиной браслет выходит из него. И чуть-чуть, совсем немножко я взяла внутрь, как у песеней серебристый. Это серебро. Я буду использовать леску. Я взяла около двух метров, потому что я собираюсь делать одной леской весь просвет. И, начиная со спейсера, с середины, прохожу через одну и хочу сделать здесь, в пункте. Зафиксирую леску. Так. Теперь прохожу через следующее ушко и набираю три бисера. Раз, два, три. Три бисера. Затем я беру трубочку, металлическая трубочка. Прохожу через нее. Здесь я поставлю все на место. Вот так вот оно выглядит. Дальше я беру вот кольцо. Прохожу через кольцо. И теперь возвращаюсь тем же путем, опять через трубочку и через три бисера. И прохожу через два отверстия. Все. Затем я. Теперь я делаю набор. Я беру шесть миллиметров ремчуг. Прохожу через вот эту штучку. Через бочонок. Причем бочонок, вот это я беру я первый, который меньше миллиметра. Дело в том, что прежде чем собрать, то его не сложно забросить. Сложность в том, что нужно, чтобы все части совпадали до миллиметра. Тем более, если у вас три миллиметра. И прохожу снова через среднюю. Вот первая секция готова. Дальше начинается следующая секция. Я беру второй бочонок. Это большего размера. Дальше идёт шапка. Серебристый. Шапка. Бочонок. И следующий спейсер. И теперь я буду повторять эту комбинацию. Ещё несколько раз. В этом месте вам нужно остановиться и посмотреть, какая длина получается. Потому что вот у меня уже 18 сантиметров. Но мне ещё нужно будет добавить с этой стороны замок. Поэтому у меня достаточно. Если лука больше, можно добавить ещё одну секцию. Оно будет даже лучше смотреться. Симметричнее. На другом конце я делаю всё точно так же. Три бисера. Трубочку. И прохожу через замок. Возвращаюсь к тем же путём. Здесь я даже посмотрю сейчас. Трубочку. Нет, не получится у меня. Перехожу на другой ряд. Ещё раз натяну. Вроде бы плотно. Теперь я беру 5 бисера. вот так будет самое нормально но прохожу только через вот эту трубку через замок и теперь снова нужно вернуться через трубку и через пять бисерин и вот сразу не получится луна и через ушки сейчас надо применить все встало теперь я делаю верхний ряд начинаю в 6 мм здесь рисунок вы можете сделать такой какой вам нравится и в зависимости от того какие камни есть у вас как они сочетаются друг с другом прохожу по верхнему ряду здесь я использовала другой вид бочонка который короче поэтому и на верхних линиях я тоже буду использовать этот джиптик набираю бочонок шапка второй цвет шапка бочонок здесь по серединке я даже пройду еще раз чтобы закрепить немножко ряд бочонок сделаю такой вот крючок крюк и потяну нитку все и теперь точно так же и продолжаем мой ряд готов и теперь нужно сделать подойти к замку точно так же как я делала на этой стороне набираю 5 бисера прохожу через трубку через кольцо обязательно и теперь я возвращаюсь через трубку снова и через 5 бисера это бисер 10 и десятый номер и цвет металлок и теперь что осталось только плетение на другую сторону на нижний ряд и и начинаю тоже с оформления замка сначала набираю 1 2 3 4 5 5 бисера и последний раз я прохожу здесь кольцо через трубку через трубку 5 бисера и через 5 бисера Вот этот ряд я буду делать так же, как и первый ряд. Все абсолютно так же. Бочонок, шапка, бисер, шапка, бочонок. И прохожу через ушки. Дальше идет у меня бочонок другого размера. Нет, сначала жемчуг 6 мм. Потом вот эта шапка. Потом бочонок длинный. Шапка и жемчуг. Шесть миллиметров. Прохожу здесь и еще раз. Чтобы серединку зафиксировать. Можно натянуть на боку. И уже правая сторона немножко что-то вырисовывается. И таким образом дойти до конца. Я подняла этот конец точно так же, как на этой стороне. Видите, это все уже просветка готова. Теперь я хочу, вот этот конец у меня остается. Я хочу мою нить привести к этому концу и завязать мою лузу. Для чего я сейчас перейду на среднюю линию. И пройду по нему еще раз. Вот у меня две нити на одном конце. Сейчас я делаю еще тройной лузу. Тройной. И все. Единственное, что останется мне, это только спрятать нити. И спрятать нити самый хороший способ, это войти в какой-нибудь ряд. Вот, например, сюда. В соседний ряд совсем немножко. Здесь я с натяжением нити отрежу. И то же самое я сделаю со столом. Так что совсем немножко времени. И вот такой красивый глаз, видите, который мне нравится очень. Он очень сильно смотрится. Класс. Так что, если хотите сделать, всем удачи. Пока.